В 10 районах Чувашии заработали мобильные ветеринарные пункты. Передвижная лаборатория используется для искусственного осемнения коров, проведения УЗИ и других процедур с животным. Как работает ветеринарная станция на колесах в Янтиковском районе, посмотрел министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Теперь скотину по любому поводу не нужно везти в ветеринарные станции. Достаточно вызвать мобильную бригаду, подлечить какие-то болячки у животных, подрезать рога, подпилить копыта, сделать УЗИ. Но самое главное – это искусственное осеменение. В региональном Минстерхозе предлагают сделать упор именно на такой способ размножения скота. Это гораздо безопаснее для здоровья популяции. Есть плюсы в этом. Во-первых, исключается передача инфекционных заболеваний от одного животного к другому, от быка к коровью. Это раз. Во-вторых, можно передать продуктивное качество, наилучшее продуктивное качество, как для молочного скотоводства – это высокие надои, для мясного скотоводства – это привесы максимальные. Пока в Чувашии лишь около 30% подворий используют искусственное осеменение. В Минстерхозе надеются, что вскоре процент вырастет до абсолютного максимума. Возможно, с приходом мобильных ветпунктов этот процесс пойдет быстрее. Мы пока просто не привыкли этим продуктом пользоваться. А так взял, позвонил, приехали, все сделали. Ну, удобно же. И специалисты приезжают, делают. Не надо корову везти к быку, как это обычно в деревне делается. Удобство уже смогли ощутить жители Янтиковского района. В прошлом году здесь появился мобильный ветпункт. На его закупку из республиканского бюджета выделили более 1 миллион рублей. У нас обучены два специалиста в этом году. Всего у нас в районе на сегодняшний день 1033 головы коров. Значит, уже мы достигли того, что осеменяем 30%. Наши телефоны все уже знают по району. Мобильные ветеринары работают ежедневно. Услуги, конечно, платные, но государство субсидирует затраты на искусственное осеменение. В прошлом году такие ветпункты появились в 10 районах Чувашии. В этом, обещает региональный Минсельхоз, с передвижными станциями будут обеспечены и все остальные муниципалитеты Чувашии. Наталья Егорова, Алена Артемкина, Михаил Солин. Вести Чувашия.